Поясницей мы завтра продолжим заниматься, у нас завтра будет поясница, поэтому сегодня грудной отдел, на грудной отдел, на буре, простая лодочка, руки вперед, и прогибаемся здесь, лодочка, руки, руки вперед, некоторые вообще не могут, вот этот тест сразу показываю, тут плечо-лопаточный период, смещение, все блоки, сейчас скажет дискомфорт, больно и так далее. Ножки сможешь поднять? Нормально, да? А ноги чем поднимаем? Задний градичный. Задний градичный. Все хорошо. Гамстринки покажу. Ну знаете, да, как гамстринки тестируются? Толкай, толкай. Не, видишь, в таз, в таз нельзя. Толкай. Все равно включает. Ну нормальный ног. Ну я бы эти тесты, только ноги сильные. Как человек сбивает, как яблый, тут столько нюансов. Есть сила, есть. Вот этот тест, сразу покажем, сразу включает ноги. А кстати, Василий так знает, если настроение плохое, то есть не удастся. Есть другие тесты на поясницу, на КПС завтра покажу. Это тесты мануальной терапии, проверить на рутрос, все, да. Вот. Тесты на грудной отдел. Первый. Человек с болями, с кальвозиком тяжело, он сам скажет. Такое невозможно сделать. Дальше. Второй тест на локотках. Становись на локти. Да, то есть вот это давление, что я делал, манипуляцию, это же и есть тест. То есть, легенько давите ему, да, то есть ручной тестировать. Если где-то проблемчик будет орать прямо, передняя продольная связка растягивается, есть зажим какой-то, он будет орать, вот. Это очень легкая вещь, но настолько эффективно. Все нормально, да? Вот нормально работаешь. Впереди, вот. Это синдром птица. Есть всех, у кого 30-35 лет. Ручки теперь вперед как-то позаслимся, локти поближе к себе, да. Шейный тест. Мы берем, ложим лоб, да, полностью, вот. Зажали то, что мы делали сидя, только сейчас нет вертикальной нагрузки. Крутим, слушаем все щелчки, трещины, мобильность. У меня вообще шикарная шея. Видно, назад прогибается. И заодно можно так вот вытянуть шею. То есть на вытяжке это тоже тест ручной. Если больно, значит диск разорван. Или связки. Зажал аксис и от лампы. Видно, как вообще хорошо все крутит. Ну, тут есть чуть-чуть, но это ерунда. И полностью нагнуть. Хорошо. Ложись. Ложись, ложись, положись. Все отлично. Тест, когда складка берется, знаете? Складка киплера. Если воспаление, вы никогда не возьмете. Вот. Все хорошо. Видно? Воспаления нет. На бочок. Компрессионный тест на КПС. Вот, вы сдавливаете сильно. Крысово-воздушное сочленение. Если есть артроз, будет больно. Если есть коксоартроз, сразу зарет. Человеку с коксоартрозом больно поступить. Ну, посмотрите. Ну, на другую не могу указать. То есть Патрика. Одно и то же. Завтра покажу, что сейчас не успею. То есть это то, что быстро. Вот можно проверить. Сюда попить по крысу кулаком. Это не лечение, это тесты. Перкуссионный тест. Если проблема с КПС, будет рано больно. Если проблема ущемления седарочного, тоже не обязательно давить. Можно вот так вот побить, можно подавить. Это все тесты. О, ну с коясницы завтра займемся. Да? Садись ко мне спиной. Тест шпарлино, шпурлино, спурлино. Это одно и то же. Компрессионный. На выявление грыж. Давим на голову. Если есть большие грыжи, сразу току и так далее. Давим не только так, но и с разными углами. Так, 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 так. Это тест спурлино. Компрессионный. Я им пользуюсь. Ну, куча раз было. Давлю, ничего не больно, ничего не умею. Открываем на этой грыжу. Поэтому, я же сказал начинаем сильно. Картинка одно, это фотография. А функциональные возможности организма другие. Ну, он приспособился к этой грыжи. Ее не чувствует. Уже-то у него там такие связки мышц. Вот. Ну, какие еще тесты? Передняя рука на дельту. Держи. Угу. Угу. Если рука слабая, то плексит. Вот. Неврологически. У человека, который плексит, воспаление плексуса, он не может чай никак подать. Он так чай пьет, кружку. Угу. Ну, силозировал. Да. А как можно синдром действительной мышцы выявить? Руку вперед. Силозировал. Я жму, а у него рука не заключается. Да. И здесь были. Правая мышка, да, работаешь? Правая мышка, правая. У всех, кто мышку держит, вот так, с коленом, с правой стороны. Но сейчас это не болезнь. Если бы он не смог вот так руку выдержать, тогда да, это плексит. Ну, он бы и сам сказал. Я не мог чайник поднять. Вот такие были. Вот так не могут поднять. Ну, что? Если какие забыли, завтра просмотрим.